Высокая успеваемость, победа учеников на муниципальных и региональных олимпиадах и, главное, неизменный интерес школьников к французскому языку. Любовь Терасова из Одинцовской лингвистической гимназии подводит свои личные итоги прошлого учебного года, а он был успешным. Почетная грамота Министерства образования Московской области – еще одно тому доказательство. Самое сложное в профессии учителя, наверное, вот так построить учебный процесс, чтобы ученики полюбили, полюбили твой предмет, чтобы им было комфортно, удобно. И учитель, прежде всего, должен работать с любовью. На традиционной августовской педагогической конференции в Горках-десятых подвели как личные итоги годовой работы, так и всей системы образования Одинцовского округа. Гордиться есть чем и, главное, кем. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников стало больше. Только в Одинцовском 10-м лицее их 120 человек. В ЕГЭ у нас приняло участие 2172 выпускника. Число выпускников, получивших по итогам 90 и более баллов, у нас 536 человек. Это на 11 детей больше, чем в прошлом году. 100 баллов получили 37 учеников. Это на 8 больше, чем в прошлом году. Пять педагогов муниципалитета подготовили двух и более 100 бальников. Эти цифры в первую очередь говорят о высоком качестве образования в Одинцовских школах. И хотя в ушедшем году по многим показателям удалось добиться роста, задачи на этот год в сфере образования округа стоят амбициозные. Система образования Одинцовского округа должна стать лучшей в Подмосковье. При этом качество обучения должно повышаться каждый год. И для этого в муниципалитете созданы все условия. 1 сентября в Гусарской балладе откроют самую большую школу в Подмосковье. Еще на четырех объектах образования провели капитальный ремонт. Это значит, что учиться Одинцовским школьникам станет комфортнее. А значит, и успеваемость должна стать еще выше. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.